Зачем же мне старинные русские мотивы для вышивания крестом, если я не вышиваю? Итак, сегодня я вам покажу те книги, которые у меня на данный момент есть. Связан с рукоделием, вязанием. Есть здесь книги очень старые, есть здесь книги очень новые, мягкие обложки, твердые обложки, черно-белые, цветные, новенькие, хрустящие и порванные. В общем, полный комплект. Сейчас я стараюсь обновлять свою библиотеку книг, но где-то, может быть, раз-два раза в год. Периодически что-то приобретаю. В закромах, конечно, у меня всегда лежит около ста книг различных, но не только по рукоделию, по психологии мне нравятся книги. И периодически я их удаляю из своего избранного, добавляю какие-то другие. И когда наступает момент заказов, я уже определяюсь по ценам и так далее. В общем, начнем. Книга «Волшебный клубок». Сразу покажу ее состояние. Это, конечно, не я ее так порвала, но вернее, эта книга падала, ее рвало ребенок. Ну, в общем, просто я ее потом закидывала в полку, так и не заклеивала. И сейчас я тоже этого делать не стала. Ну, как бы показать ее состояние. И после того, как сниму это видео, конечно же, обязательно ее проклею. Здесь у меня и страничка вырванная. Эту страничку лежит у меня на полочке. В общем, все сделаю. Это книга, которую, возможно, я сначала подумывала отдать. Пару книг рукодельных я уже отдала на нашем местном экологическом движице, где мы обмениваемся вещами. И туда я уносила пару рукодельных книг. И вот думала эту тоже, наверное. Но нет. Не могу я с ней расстаться. Это одна из первых моих книг, приобретенных. Можно даже сказать, не одна, а, наверное, самая первая. Так как после нее были уже остальные книги приобретены. Даже те, которые не отдали. Но это мной куплено. Здесь очень много узоров, которые я использовала. Ну, много. Сложно сказать, сколько. Ну, несколько точно. И она очень перечитана на много раз. Тут уже даже изрисовано немного. А здесь она где-то как раз все самое важное оторвано. В конце книги на корзице подписано, что я ее приобрела 2 апреля 2012 года. Стоила она тогда 2200 тенге. То есть, довольно старенькая книжка. Сейчас на данный момент сколько я уже? 11 лет. Так, здесь есть, немножко полистаем, описание различной пряжи. Часто я вот использовала это при написании публикаций в соцсетях. Ну, то есть, различные группы пряжи. Также здесь есть, конечно же, условное обозначение. И вот оглавление. Здесь есть ажурные узоры, рельефные узоры. Узоры из кос. Ирландские узоры. Патентные. Многоцветные узоры. Узоры из лиси. Жакардовые орнаменты. Узоры с вытянутыми петлями. Цветные рельефные орнаменты. Шишечки, вытянутые петли. И несколько моделей. Курс вязания. То есть, даже есть азы. Так как начиналось уже больше. Я начинала со спиц, но больше вязала крючков. И затем как раз искала такую книгу, где будет обучение спицами. Но здесь есть и немножечко крючки. Поэтому я брала эту книгу, чтобы научиться взять спицами. Ну, так как азы я умела уже на тот момент. И мне нужны были лишь некоторые схемы. Более-менее такая начальная какая-то коллекция. Здесь достаточно разные узоры. Единственное, что... Сейчас, конечно, качество книг уже лучше. Здесь как будто они связаны в каком-то другом цвете. Допустим, серый или белый. А потом все затенены одним цветом в редакторе изображения. Это, конечно, не совсем мне нравится такое. Но, в принципе, все различимо. Схемы прописаны. Это плюс. Вот различные штучки. Особенно эта книга помогала мне подбирать узоры по фотографии. Когда просили что-то связать. Я как бы спицами вообще не могла поначалу читать узор. Вот я пользовалась этой книгой. То есть сначала смотрела примерно, как выглядит узор. Потом искала некоторую подобную схему. Здесь очень много разных узоров. Комбинированные и по цветам. То есть очень легко представить, каким будет полотно в будущем. Конечно же, без жаккарда никуда. Различные такие узорчики. Так, что я еще хотела. А вот то, что мне здесь еще также помогло в этой книге. Это, так скажем, курс вязания. То есть здесь как раз показан набор спицами. Различный набор. Здесь также некоторые модели для вязания по кругу. То есть все прям показано в картинках. А вот это, наверное, самая часто используемая у меня страница. Здесь прописано начало вязания. Лицевые, изнаночные петли. Лицевая скрещенная, изнаночная скрещенная. И сочетание этих петель. То есть как это все выглядит в полотне. В общем, для начинающего вот эти страницы самые важные. Я считаю, очень хорошая книга. Ну, хотя не сказать, что она прям с нуля. Но именно которые человек умеет вязать. Но совершенствует свою технику, так скажем. Здесь очень кратко и очень все понятно. Мне, в принципе, этого хватало. Укрученные ряды, как делаются. Модели, сразу скажу, отсюда я никак не вязала. Убавления различные. Таблица размеров. Планки. Различные виды горловин. То есть, ну, база. Книга, база. Как карманы делать. И различные резинки. И так далее. Так что. То есть, такая книга. Очень люблю ее. Многоцветные жикарды, как вязать. Красота. Велшебный клубок. Очень мне нравится эта книга. Далее. Новая коллекция вязания. Спицами и крючком. Ну, насколько помню, эту книгу я не покупала. Она мне досталась в дар. Хотя вот здесь есть цена ее. Кто-то ее покупал давным-давно за 58 рублей. По-моему, здесь 2003 год наклейки. Эта книга оказалась у меня от какой-то доброй волшебницы из клуба «Дар Удар». Это российский клуб. Ну, не знаю, насколько он сейчас действует. Но я думаю, скорее всего, должен действовать. Где выставляются вещи в хорошем состоянии для обмена. И проводились такие встречи. Когда я жила в Омске. Раз в неделю. В субботу, допустим. В воскресенье, по-моему, по субботам. И можно было выставить свою вещь, допустим, книгу. Пишешь на нее отклик. Я забираю эту книгу. И встречаемся там в субботу. Я отдаю свои вещи, кто у меня захотел их забрать. Мне отдают те вещи, которые я хотела бы себе забрать. И вот эту книгу как раз я взяла при обмене на «Дар Удар». Сразу скажу, ничего по ней не вязала. Она достаточно такая старенькая. Но, опять же, я искала книги со схемами по спицам. Все по спицам меня интересовало. Так как я догоняла свое мастерство вязания спиц. Здесь мне нравится, что, опять же, есть содержание. Посмотрим. Есть и о технике вязания, и о схемах. И о том, как основные, так скажем, переплетения узоров. Базовые, которые везде всегда используются. Прибавление, убавление. Обработка, край, петли, карманы. А также есть и крючок, о крючке. То есть, как выбрать крючок. Опять техника вязания, базовые навыки. Даже по видам тунисское вязание, филейное вязание. И опять различные узоры. И, на примерах, уже пулловеров. Эту книгу тоже я хотела, наверное, отдать. Так как она у меня менее используется. Но читаю я ее периодически. Опять же, отсюда я брала данные о видах пряжи. О уходе за вязанными изделиями. О том, как их стирать и хранить. То есть, очень много интересного есть. Но храню я ее не за это. Храню я ее из-за... То есть, вот и крючковые, и спицевые схемы. Из-за вот таких вот базовых выкроек. То есть, то, что необходимо при создании базовых вещей. Вот такие, с размерами, да, примерно. Что уже облегчает начальную работу. Как углу располагается, как примерно будет выглядеть выкройка. Ну, пока я ничего отсюда не вязала. Тазмеры вот здесь тоже есть. Ну, пока держу эту книгу. Возможно, чуть позже расстанусь с ней. Когда найду какую-то альтернативу. Возможно, альтернатива уже у меня приобретена. Но я ее меньше пользуюсь. В общем, пока эта книга есть в моей рукодельной библиотеке. Новая коллекция вязания. Автор Савченко, В.Н. Натина Николаевна. Так, следующее. Ой, эту книгу... Вообще, книги эти я прям вот так собрала с полочки. Они на полочке у меня стоят. По росту от самой высокой к самой низкой. В перемешку с книгами художественной литературы, психологии, детской литературой. Поэтому полку саму я снимать не стала. Возможно, позже, когда будет светлее. Или я включу свет и сниму, как они стоят у меня на полке с другими книгами. Книг у меня не так много, как мне бы хотелось. Но, к сожалению, места тоже не так много. Поэтому оставляю самое-самое. Об этой книге я уже говорила в предыдущих видео. Но, повторюсь еще раз, кто не смотрел то видео. Эта книга была уже давно у меня в закромах. Но я ее не покупала. И вот этим летом мы ездили в другой город. И там, в одном магазине, в рукодельном, я ее себе приметила. При этом я, конечно же, посмотрела сразу на сайте, где я заказываю книги. Сколько она там стоит. Так как обычно, когда я заказывала на сайте и смотрела, допустим, сколько стоят эти книги в нашем магазине. Это выходило достаточно дешевле заказать с другого города с доставкой, чем купить здесь. А здесь я посмотрела. И оказалось, что она на 600 тенге дешевле, чем я бы заказывала ее к себе в город. Ну, конечно же, 600 тенге. Ну, не максимальная скидка, но хоть какая-то скидка. Это выгода, плюс эту книгу я хотела. Я, конечно же, ее приобрела. А потом по сумме покупок мне на нее еще дали скидку, поэтому я еще даже выгоднее ее себе купила. Зачем же мне старинные русские мотивы для вышивания крестом, если я не вышиваю? Ну, на будущее, если вдруг меня потянет к вышивке, то, скорее всего, это будет вышивка крестом. Потому что она больше всего мне нравится, чем другие вышивки. Хотя другие, ну, я пробовала так по чуть-чуть и даже приобрела курс по вышивке. Ну, такой базовый, некоторые базовые элементы. Но крестикам мне нравится больше всего. Но я ее брала не для вышивки, а для вязания же картовых узоров. Вот вам мой годный лайфхак. Я думаю, многие рукодельницы им пользуются, когда ищут схемы для вязания жаккарда. То схема для вышивки крестом сам подходящий. Они, так скажем, попиксельные и очень удобные. Сразу скажу, здесь текста практически нет. Здесь, по-моему, одна страница текста и все остальное. Это аутентичные узоры, подробные схемы. Я уже показывала. Вот такие они. Очень классные. Одноцветные, двухцветные, многоцветные. То есть то, что нужно. Некоторые я уже взяла в работу. Показывать пока не буду. И здесь, что меня привлекло, что написано. Выражаем благодарность Российской государственной библиотеке за содействие в издании данного сборника. Написано. Мотивы были собраны из дореволюционных альбомов с вышивальными узорами и отреставрированы с применением современной технологии, чтобы влегчить работу рукодельниц. То есть это какие-то реальные схемы вышивок. То есть фотографировали, видимо, какую-то исторически сохраненную одежду, предметы быта. Где-то, может быть, нитки порваны и выцвели. И это все восстанавливали люди и создали данный сборник. Просто это поражает, сколько труда вложено в такую книгу. И сколько труда будет вложено на создание данных узоров. Самое главное, что все они несут смысл, как раз народные традиции сохраняются. Это не какие-то там сердечки, узорчики современные, а как раз растительные, геометрические, зооморфологические, или как там правильно называется, узоры. И еще я увидела здесь подписочку, что использовался альбом рукоделий 1886 года. Но это вдвойне поражает, то есть прикоснуться к истории народа. Поэтому рекомендую такую книгу для разных целей, кому какая подойдет. И я еще обратила внимание, что у меня много книг именно контент. Не много, кстати, а вот тут они все контент. То есть качество обложки мне очень нравится. Здесь также видно, что она такая матовая и с блеском на узорах. Очень приятная книга. Рекомендуем. Так, следующие две книги заказывала давно. Это, по-моему, один из первых моих заказов именно рукодельных книг. И я не помню, как-то я пропустила, что они в мягкой обложке, либо они только в мягкой обложке. Но привлекли меня в варежки. Именно с узорами жаккард. Вот их две книги. И сразу видно, какую я использовала чаще. Вот эту, потому что она помятая уже немножко, но эту тоже использовала. Здесь варежки в латвичском стиле, вяжем спицами. Наверное, уже многие про эти книги говорили. Я нет, но пришло время и мне сказать пару слов. Также основана на национальных мотивах. Не знаю, мне как-то привлекают именно те узоры, которые не выдуманы. Хотя современные, конечно, тоже мастерицы. Прикладывают много усилий и показывают свое мастерство в этом. Пока из того, что напечатано, меня привлекают именно национальные мотивы. Что здесь у нас есть? Здесь, конечно же, сразу даны готовые описания. Варежки и миттенки. Описан базовый принцип. То, что мне очень нравится. Единственное, что мне тут не нравится, что книга в мягкой обложке. То есть я знаю себя. У меня в твердой обложке книги рвутся. Хотя я стараюсь очень аккуратненько. Но все равно. Здесь мягко не знаю, сколько они у меня продержатся. Здесь есть также перечень символов. Причем это, смотрите, символы не для вязания, а именно значение этих символов. Как я уже говорила, все древние, так скажем, национальные мотивы имели какой-то смысл. То есть его вышивали, вывязывали на одежде, предметах быта с каким-то смыслом. То есть приносящие удачу. Или чтобы крыша над головой была. Или защищает, благословляет, приносит счастье. То есть каким-то смыслом данные символы наносились или вывязывались. Это же придает и нам сил. Здесь также, как и в любой книге, описаны базовые инструменты и материалы, которые необходимы. Как читать схемы, пользоваться данной книгой. И вот в конце, то, что мне нравится, где тут прописаны какие-то моменты. Вот здесь описаны принципы вывязывания. То есть как сделать манжету, как убавить на пальчики, как сделать бахрому. И вот еще базовые примеры. В серединке тут различные схемы. Здесь. Вот они. Ой, кстати, вот тут закладочка лежит. Сейчас вот кое-что покажу. Так, остановились мы на закладочке в данной книге. То есть, вот буквально в прошлом году я вязала по ней вот эти вот митенки. И до сих пор с удовольствием их ношу. Уже второй год. Вот сейчас конец ноября. И я в них прекрасно хожу. И всю зиму, в принципе, в прошлом году проходила. Так, это левая. Сейчас, секунду. Как определили, где левая, где правая. Вот здесь есть такой узорчик. А сверху просто синяя полоса. Вот такие вот очень тепленькие митеночки. Внутри тоже все достаточно аккуратненько. Радуюсь своей работе. Сам себя не похвалишь. Никто не похвалит. Вот по этой книге я вязала. Я ее год смотрела на нее, чтобы купить. Год она у меня лежала на полке. Через год связала варежки. И вот, наконец, начала их носить. Вернее, не варежки, а митенки. В общем, так, по этой книге, по-моему, это все, что я связала. Ну, узоры простые. Принцип объяснен. И, в принципе, потом можно любые другие узоры сюда переложить на данный тип. Единственное, здесь, ну, не знаю, либо я так вяжу. Поделитесь, кто вязал по таким книгам варежки или митенки. Здесь вот рекомендуют спицы 1,5-2 мм. Ну, честно, я вот вязала на самых маленьких, которые у меня есть. Они на вид единички даже, не то чтобы полуторки. Брала пряжу 400 и тоньше. Но здесь рекомендуют набор на 72 петли. Ну, для меня это очень много. Вот, на 72 петли. И вот каждой варежке начинается убрить 72 петли. И вот я убирала целый раппорт, чтобы на мою руку это было более-менее. Представляете, целый вот такой узор я убирала. Так бы они еще шире были сантиметра на 1,5-2. И то они у меня достаточно свободные. И я бы еще вот здесь, может быть, немножко убирала. Но не стала ничего делать. Пусть будет как будет. Так, в принципе, удобно как зимой вот так рука в руку вставлять, как в муфтах греть. Плюс с ребенком, допустим, идешь, когда его ручку сюда вставляешь, и идете вместе греете руки. Телефон. То есть очень удобные метанки. Так вот, у меня выходит, что очень широко. Хотя я достаточно туго вяжу жаккард. Может, они думают, что стягивается сильно. Один раз увидела, девушка показывала видео, по-моему, как раз из Латвии, в магазине варежек. Там прям было много этих варежек. И она тоже показывала, смотрите, что какие они вот широкие по сравнению с моей рукой. И потом, я думаю, действительно, почему-то они все такие широкие. И потом, то ли я где-то прочитала, в общем, уже не помню, что написано, что там рекомендуют их носить, ну, типа, перчатку, а потом еще варежку эту. И она поэтому шире идет, чем просто бы она на голую руку надевалась. Поэтому вот я не знаю, поделитесь, расскажите, кто знает. Потому что меня привлекают эти узоры, но не все их можно убрать, рапорты. То есть узор вообще там изменится. И тем самым она у меня пока лежит. То есть какие-то вот такие узоры, более геометрические, еще можно поколдовать над ними, убрать рапорты и вязать. А вот другие цветочки, которые мне тоже очень нравятся, ну, на 72 петли вязать их, это какая рука должна быть? Либо что-то я не понимаю. В общем, книга отличная. Она, скорее всего, у меня лежит как раз из-за того, что я не могу понять, как мне применить эти 72 петли. Вторая книга «Варежки-носочки-шапочки» уже с жаккардовыми узорами. Ени Альдербранд. Конечно же, тут привлекли вот эти вот мордочки. Здесь есть также лисичка. Лисичку, одну варежку я связала, вторая у меня встала на месте, так как мне там немножко плотность не понравилась. Плюс данную лисичку я даже не вязала, я как раз вот таки переделывала, полностью перерисовывала узор мордочки, убирала там по 10 петель, представляете, в одном узоре убрать по 10 петель, чтобы не съехал глаз, ухо, нос и так далее. То есть я намучилась, но пока связала вот одну варежку. Опять же, это то, что тормозит, наверное, мою работу с этой книгой. И из этого списка вот эти восточные мотивы, по-моему, называются эти восточки, я вязала, показывала тоже в одном из своих видео, темно-коричневым цветом, а вместо узора у меня такая пряжа пушистая, меланжевая, розовая, оранжевая, желтая, серая, в общем, с переходами. Так, здесь, ну, в принципе, аналогично. А вот, кстати, у меня лисичка тут лежит, то есть я ее сама полностью перерисовывала, уменьшала. И есть второй листок такой, где я в тыльную сторону ладони тоже там узор переделывала. То есть это уже уменьшенная лисичка. Поделитесь, поделитесь, потому что хочу варежки отсюда вязать, но на 72 петли это много для меня. Так, здесь в этой книге также в начале материалы инструменты, сокращения, полезные обозначения, и вот они пошли, модели. Здесь наберите 68 петель, а потом после резинки опять вернитесь на 72 петли. И опять здесь все по 72 петли. То есть для меня это очень широко. Так, сейчас покажу, тут и лошадки есть. Вот, вот эти носочки я вязала. Они шикарные просто. Я, если честно, уже начала еще одни такие же. Но просто отложила их, так как некогда заниматься здесь постоянно, нужно следить за узором. То есть очень мелкий такой красивый узор. Очень шикарные носочки. И по носке они достаточно высокие. Я, наверное, первый раз вязала такие носки, у которых сверху нет резинки. Просто манжета в узор. В общем, очень классно. И что мне понравилось в этой книге, что автор здесь вначале пишет, откуда она вдохновилась на узор данного изделия. Допустим, вот эти носочки, восточные мотивы. Название носочка произошло отчасти от восточного узора, увиденного мной в одной из поездок. А отчасти от пряжи, в которую я буквально влюбилась. И так вот каждому изделию. То есть это посвящено тому, это я увидела там-то. И то есть вот эти вот дополнения, они такие очень уютные. Я думаю, рукодельницам на заметку, когда публикуете, печатаете свои работы, вначале можно пару предложений о том, как вы вдохновились на эту работу, почему вы выбрали этот цвет, этот узор, или кому вы посвятили эту работу, кому вы задумывались ее там подарить, когда вязали. Это, мне кажется, такая милая, уютная, хорошая идея. Нужно распространять добро. Вот. Здесь 96 страничек, классных проектов. Вопрос к этой книге тот же. 72 петли, что с ними делать? Все узоры нравятся, модели нравятся. Хочу вязать, перерисовывать постоянно узоры. Тяжело. Идем дальше. Так, это книги, которые я как раз заказала в числе этих варежек. Здесь у нас исландский бесшовный пуловер с кокеткой лобопейса, автор Венке Мюллер. Чернс модели пуловеров, здесь модели аксессуаров, спицами сверху вниз. В общем, я связала один раз пуловер спицами сверху вниз, а до этого я вязала лобопейсу снизу вверх. И вот я ощутила разницу, что сверху вниз для меня гораздо удобнее, и это гораздо носибельнее, что ли, так скажем. То есть, ты можешь померить сразу этот узор и посмотреть, нравится ли тебе вот эта верхушка, так как в этом пуловере, в лобопейсе, самое главное, вот этот узор. А когда ты начинаешь снизу вверх, ты как бы все изделие практически связал, и сверху начинаешь вязать, и вдруг тебе что-то не устраивает, то здесь поправить что-то тяжело. Можно отказаться от вязания такого изделия. Поэтому я приобрела такую книгу, но, честно скажу, тоже по ней пока ничего не вязала. Ну, просто давайте вместе посмотрим, вдруг что-то она меня тоже вдохновит. Здесь также даны базовые алименты, убавление петель, прибавление укороченной ряды, соединение деталей, закрепление петель, вязание по кругу и так далее. И даны пуловеры, несколько, и аксессуары для этого. То есть, в принципе, база есть, пуловеры симпатичные, и на мужские, и на женские модели найдутся узоры. Размер S, M, L, XL, то есть, многоразмерное описание. Это радует. Потому что мне нужно пересчитывать. Ну, когда-нибудь я доберусь до них, пока просто нет времени вязать такие большие изделия, пока я на маленьких сижу. Вот тут, мне кажется, просто, лаконично. Тут можно подумать именно о шапочке таким мотивом, о носочках. В общем, много интересного. Но такого практического отзыва здесь я ничего не скажу, ничего и пока не вязала. фотография автора, основатель бренда. Но сама книга мне очень нравится. Я верю, что она мне принесет пользу в будущем. Так, дальше. Библия многоцветных узоров. Т. Рассел. Или как он правильно говорится, точно не скажу, но я бы так сказала. 60 традиционных мотивов и один из потрясающих проектов с пиццами. Опять же, больше литературы я покупаю по спицам, так как та, которая о крючке, она для меня малоинформативна, что ли. Может быть, вы порекомендуете какие-то книги крючком, о вязании крючком, которые могут принести пользу опытному человеку. То есть, не азы. Пока я в поиске таких книг. Поэтому на спицах сижу. Здесь также эта книга очень похожа на мою ту первую, которая чуть-чуть порвана. Здесь даны узоры такого плана. Многоцветные, с моделями. То есть, то, что мне нравится. Но опять здесь есть также уход за изделием, описание, сокращение, как пришить пуговку, как сделать шнур, как сшить детали, ВТО, как сшить, связать наболочки, которые я тоже хотела бы сделать. Пока эта книга у меня в практике не используется, но в принципе по содержанию достаточно полезная. И надо ее почитать. Может быть, она как раз взаимозаменяемая на мои старые книги кому-то передать, а вот новые себе оставить. Поэтому что могу сказать? Узоры, узоры, еще раз узоры. Узоров много не бывает. Следующая моя любовь это книга вязания тунисским крючком подробно самоучитель от Евгении. Еще одна моя любовь это книга вязания тунисским крючком подробно самоучитель от Евгении. Сразу скажу подписана на эту мастерицу и слежу за ее деятельностью. Очень она мне нравится. Можно сказать интересно наблюдать за блогерами, на которых ты подписался, когда только зарегистрировался в соцсеть и прошло 5 лет и ты видишь каких результатов они достигли. как улучшилось их качество работы и как они себя позиционируют в мире рукоделия и не только. Мне очень нравится сама эта девушка. и до тунисского крючка я все хожу вокруг до около хожу 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 вот дошла до книги. Приобрела книгу искала крючки. У нас таких крючков днем с огнем не сыщешь если найдешь там будет какой-то один размер. то есть первый крючок свой я нашла и в итоге чуть-чуть им повязала и его у меня погнули он такой был длинный. Был у меня период когда на мои спицы наступили и крючки тоже. Мне пришлось потом покупать новые инструменты. Ну так вот теперь по этой книге я шла в прошлом году у меня было время и в прошлом году я шла по ней прям по урокам. Здесь подсказано как приобрести инструменты как их использовать и пошла база вплоть до постановки рук. То есть каждый урок я здесь проработала вот здесь это по-моему та страничка до куда я дошла то есть здесь уже идет вязание по кругу швы то есть уже конец так скажем и тут следом также даны модели практику практику где предлагается нам связать палантин шаль шапку и снуд уже пользуясь этими базовыми навыками. Покажу эти модели в общем я начала потихоньку искать инструменты и пряжу под эти модели шикарно вы же согласны со мной и в общем в другом городе я нашла крючки тунисские прикупила но пока опять же руки не доходят до таких крупных изделий при том что здесь нужно вникать в процесс потому что это новая техника для меня хотя я считаю что несложная мне в принципе далось неплохо это шаль такая градиента дальше снуд и шапка с жаккардом снуд некоторые узоры и конец в общем книга рекомендую так как половину книги я пошла по ней прям по самоучителю у меня есть все образцы связанные показываю их тоже в соцсетях девочкам они меня поддерживали но пока на обучении все остановилось тоже рекомендую когда свяжу какое-то изделие естественно вам покажу так книга очень яркая внутри изображения очень яркие видно что это такие фотографии как будто вот реально приклеили как будто эти образцы и эти руки с крючком даны как книга у Гарри Поттера еще видео вот так показывала бы анимация один в один в общем рекомендую вот наверное это единственная книга по крючку которая как раз дает мне что-то новое вот такие бы новые книги которые одухотворяют обновляют знания рукодельниц таких книг побольше следующая книга это японские свитеры пуловеры и кардиганы без швов то есть а-ля лапопейсы такие опять же вяжутся от горловины есть реглан есть круглая кокетка тоже скажу по этой книге ничего не вязала пока но она мне содержательно очень нравится она какая-то такая математическая что ли я думаю наверное все японские узоры журналы книги такие наполненные математикой здесь даны в начале сразу проекты и немножечко уроков вязания как вязать пуловер круглая кокетка от горловины как вязать пловер реглан от горловины и как корректировать размер содержание и данные сразу вот такие математические большие формулы схемы так скажем вот такие фотографии где вот этот пушок виден мне кажется даже вот сейчас вам будет видно какая она пушистая эта пряжа какое качество как будто я показываю то что я связала сегодня днем качество просто сказка песня или как там еще говорят вот вот такие такого образца плана смотрите я думаю что я с таким точно справлюсь так как когда описано все в сантиметрах миллиметрах по рядам узор схема мне кажется тут со всех сторон показали все рассказали плюс фотографии тут сложно не справиться но пока я не дошла к этой книге так как изделия большие мне пока вязать большие изделия нет совсем времени поэтому книга хорошая по содержанию на практике пока не могу сказать так и следующая завершающая нашу подборку книга это школа вязания спицами самое полное пособие опять же улучшая свою технику вязания спицами стремлюсь к тому чтобы свободно сесть и связать то что я хочу так как в крючке мне по крайней мере кажется если мне скажут связать уточку я возьму крючок и с нуля какую-то базовую уточку сделаю связать треугольнички я сделаю квадратики сделаю а в спицах здесь будет сложно так как база есть но ее мало больше практики нужно и больше повторять базу чтобы это у меня укладывалось так скажем в руке так я исправила захват спиц положение пальцев но сейчас работать мне нужно также над скоростью вязания так как я работаю много руками ну вернее там когда я смотрю мастер-классы по вязанию спицами там девушки ну какие-то легкие движения такие делают а у меня тут и пальцы задействованы мизинец перекидывает и в общем на это все тратится время поэтому вяжу спицами я как считаю что я вяжу там медленно вот эту книгу я бы назвала больше теоретическое ну для меня она теоретическая вот как раз она может не заменить там целые две книги которые у меня уже есть здесь все о вязании спицами вот такое огромное содержание давайте посмотрим я обычно люблю как раз именно содержание потому что содержание оно максимально показывает охват книги ну конечно же немного о пряже и инструментах основные приемы набор изнаночные петли и так далее косы жгуты многоцветное вязание журный узор и круговое вязание да что-то напоминает по содержанию мою первую книгу вязание в разных направлениях интерлак модульная вязанца с косом вязание с центра сложные техники брюш складки меховые петли вытяжки мережки как разбираться в инструкциях как исправить ошибки представляете как исправить ошибки вязание когда ты целый свитер связал а в середине где-то у тебя ошибка здесь целых четыре странички отделка края кармана шивания и так далее рукава и примеры модели фуловеры шали аксессуары и как украсть изделие вышивка бусины пайетки уход складывание и хранение очень такая содержательная книга я перелистываю ее не так часто но посматриваю то есть допустим вот буквально я вязала обычные пледики торопышком квадратики шахматным узором казалось бы набирать петли я умею лицевые и изнаночные делать я умею и вот последний ряд закрытия петель и я подумала почему мне не посмотреть как можно закрыть как-то по-другому и так как я однообразно стандартно умею и вот здесь я открыла это закрытие давайте для интереса посмотрим 61 страница и до 68 7 страниц видов различных закрытий вы представляете самое интересное что это рисунки но это просто браво тому кто рисовал вот эти ниточки петельки это просто шикарно это очень понятно это все в одном цвете в глазах не рябит и плюс текст есть то есть если ты на картинке не понял ты еще текстом прочитаешь и вот я выбрала здесь один из видов закрытия плюс здесь есть некоторые лайфхаки на закрытие допустим последние петельки и я очень использовала эту книгу вот так несколько раз сами модели я пока не брала отсюда но вот такие лавхаки очень даже она такая скажем стильная базовая это как раз вот и новичку мне кажется с нулем который учится на третий узор учимся разбираться в инструкциях тут зеленым цветом сделано вот очень похоже на мою первую книгу здесь вот фиолетовый цвет здесь вот такой персиковый зеленый опять персиковый розовый она очень стильно сделана дизайнера надо посмотреть кто молодец так термины принятые вязание спицами ну и вот тут модели пошли справление ошибок и пошли модели смотрите как померить все что есть схемы расчетов виды горловин воротники и вот такой и такой какой тебе нравится такой берешь вяжешь и все наслаждаешься база даже сверху я считаю очень прям похоже на мою первую книгу надо их полистать и наверное как раз освободиться у меня место для какой-то другой новой книги одна из моих пойдет далее вот а вы знали что называется манжетой а что называется голенища и так далее то есть очень такая базовая книга это ее рекомендую я ее использую как раз для улучшения своей техники ну давайте какой-то итог подведем так итог по моей библиотеке самая широкая книга самая толстая книга в моей библиотеке сейчас это школа вязания спицами в ней сейчас посмотрим 336 страниц ого-го сколько знаний о вязании а самая тонкая из этих наверное вот эти в мягких обложках сейчас посмотрим какая из них тоньше они одинаковые на 95 страниц это самые тонкие книги книги моей библиотеки самая старая книга по выпуску я уверена что вот это 2003 года новая коллекция вязания так а самая новая тут нужно посмотреть ну последние секундочки из самых новых книг это у меня книги 2021 года старинные русские мотивы исландские бесшовные пловеры и вязание тунисским крючком самые современные в моей полочке рукодельных книг именно эти книги на этом мы завершим возможно что-то еще подсниму пишите свои комментарии ответьте на мои вопросы возможно вы этим поможете мне задайте свои вопросы если у вас возникнут всем пока-пока еще увидимся субтитры